Жиме читерили, там пушки и донатные были, и потом с ними играешь уже без чита. Ой. Так, сейчас, секунду, помню, чем я играл в Ласт Хаус. Я играл в Ласт Хаус, прикинь, зубной техник, прикинь. Ты помнишь дары осени? Я, кстати, в Ласт Хаусе пользовался этим ботом, да, да. Я, кстати, не знал эту игру, и первым сделал этого, который с щитом, стражник или кто он там был. Просто, я не знаю, нахуя эту игру делали. Там есть класс, который просто ничего не делает. Типа, вот, все там осени пуляются, что-то друг за другом бегают, дерутся. И, блядь, у одного класса, короче, щит и меч и два скилла. Стан на 12 секунд, внимание, и второй. Стан, внимание, и второй, стан на 14 секунд. И знаешь, как эта хуйня дерется? Ты, короче, даешь, типа, стан на 12 секунд и автоатакой с меча ковыряешь ему пупок. А потом даешь стан на 14 секунд сразу же после этого. И он стоит полминуты, прикинь, сосет и твой меч, пока ты его не убьешь. Вот такой был класс, дебиловатый. Я не знаю, я играл за это, думал нормально, потом мне объяснили. Так, чуть не каждый день рождения был. А, да, да, понял, понял. Потом я даже сам помню, потому что он в женском роде мне писал все время. Да, мы с Кентом тоже в это гоняли. Маленькая история, как меня наебали на крылья в Perfect World. О, это обидно, ребят. Как вы на наебы попадаетесь? Как вы попадаетесь на наебы? А, бля, история, короче, в текстовом документе. Четвертый год, жду випку на Твиче, объясняйся. Братан, я уже говорил, значит, это вот уже вот-вот. Первый раз задонатил на голоса ВК, чтобы купить оружие в Вормикс. Бля, как мне это читать? Наверное, пацаны в ахуе на стриме сидят. Я хотя бы музыку можно включу? Вы что, угораете? Мы все это время молча сидели? Бля, не следите вы за мной, за стримом, не следите. А это же ваш стрим. Я его веду, но стрим-то ваш, пожалуйста. Где живете, не срите. Где идите, я имел в виду. Первый раз задонатил голоса ВК, чтобы купить оружие в Вормикс. Помню, пошли гулять с другом, я нашел 50 рублей, их и задонатил. А друг пытался забайтить меня, потратить их еще на рабочие и так далее. Я как-то тоже 50 рублей на улице нашел. А еще я как-то с кентом сидел, короче... С щитом это храмовник у нас 16 лет. Храмовник еще я пиздец. Просто любого мы на света я играл на колдуне, который поветели стихи, который мертвый, который духов призывает потом повелить. Да, да, да. Я потом стал вот этим, который может быть демоном и типа ангелом, у него две формы. У него охуительные истории из дурки. Все это помню. Я помню как-то с кентом... Вообще, типа еще пиздюки совсем были, первый и второй класс. Сидели, короче, во дворе садика детского. И я периферийным зрением заприметил мячик. Макс, сегодня смотрю, что ты ругаешься с агентом на стриме. Сейчас-то у вас как? Общаетесь или с бустером до сих пор в гланды? Не-не, агент уже... В общем, это не агент давно, он уже по другим всем веткам пошел, стезям. Да, общаемся, да, слушай. Э, говно вопрос, о чем речь. Блядь, кстати, по поводу агента, мне же надо вов, блядь. Мне же надо сиру стримить, что за хуйню я делаю, вообще сижу. Так, что я рассказывал? Короче, увидел мяч, блядь, этим... Периферийным зрением вижу мяч и, короче, не поворачиваю туда голову. Потому что знаю, что я сейчас с ним общаюсь, смотрю ему в лицо, что если я поверну голову туда и посмотрю на мяч, он проследит за моим взглядом. И, короче, придется... Да, и придется бороться за мяч, блядь. Я подумал, что я знал, что за мяч мы будем пиздиться. Я на тот момент точно это понимал, что мяч нужен обоим, блядь. И я, короче, не палюсь. И знаешь, что понимаю? Смотрю с ним, общаюсь и понимаю... Сейчас, секундочку еще. Он делает то же самое. Сейчас, сейчас. Я понимаю, что он тоже, блядь, ведет себя как-то крайне нервно дерганно. И тоже видит этот мяч, блядь, как лягушка, нахуй, одним глазом вправо. И я решаю, что, короче, раз такая у нас ситуация, типа, мексиканская дуэль, то надо, типа, действовать резко, неожиданно и прямо сейчас. Я срываюсь, нахуй, с лавки в сторону мяча. И он делает это же в 0-0-1 миллисекунду со мной. Просто в один и тот же момент мы, короче, кидаемся на мяч. Он у нас, короче, запечатан между рук. Я снизу и сверху держу, а он по бокам. И мы, блядь, как эту сферу, блядь, как саруман, крутим, ебать, друг у друга пытаемся вырвать. Не можем отпустить оба, потому что мяч, короче, когда мы до него прибежали, он, блядь, был с покемонами. Это был мяч с принтом покемонов. Я был готов сдохнуть, блядь, прямо там в детском саду, блядь, за этот мяч. Я бы его не отдал никогда. И ты знаешь что? Мы, короче, стояли, так его в руках держали, смотрели друг на друга. И я предложил Варик, говорю, ну, типа, давай ты день с мячиком. И я день с мячиком. И ты знаешь, у меня проскользнуло в голове мысль, что вот будет мой день с мячиком, мячика больше он не увидит. Но я предложил почему-то первый день ему. И мячик не увидел я. А ты думал, типа, чтобы на доверие сыграть? Я, бля, прикинь, я уже тогда, бля, криминальный гений. Я думал, вот прям, знаешь, по-человечески ему, по-христиански, блядь, именно на совести. Не, нихуя, походу пиздюки все такие, как звери. Он спиздил, мяч даже не задумался. Он его просто вниз такой, а, да, да, все, блядь, только, блядь, в жопу видно, как убегает. Так, маленькая история, как меня наебали накрыли, а сейчас посмотрим. Первый раз знал, что Максим, вписываюсь или нет. Бля, пацаны, что за пиздец? Айбиби, у меня не работает этот сайт, я не могу посмотреть, простите, пожалуйста. А, нет, вдруг заработал. Макс, посмотри, вписываюсь я или нет. Нахуй я тебе 24 из 25 сделала, меня этот старый гендон убил. Нет. Но это очень сложно, кстати, не пытайся. Так. Все, блядь, быстрее, быстрее, быстрее. Не, пацаны, блядь, там еще целая страница донатов, я уже полчаса сижу просто, блядь, в заглушку пизжу. Еще половина из них была без музыки, еще не под роблокс. А как мы сделаем тикток? Хогвартс? Да, буду. Да я сам куплю, бродишка. Или нет, не знаю. Слушай, ну играть буду точно. Оля, пацаны, пиздец. А как тиктоки нарезать, нахуй? Под заглушку сидел. Надо будет сверху роблокс какой-то. Блядь, у меня реконект, прикинь. Я довыебывался, у меня реконект. У меня хоть жизни остались? Мужик, я на 20-м левеле. Меня выкинуло. И у меня нет моих жизней купленных. А, вот это, фуи. Я думал, у тебя стрим отвалился. Так лучше бы стрим. Блядь, я же был на последнем левеле. А давайте, давай сделаем тиктоки, нарежем тиктоки, возьмем чужие смешные моменты, с чужих смешных стримов и просто по ролям разыграем. И пусть зальют, как будто это мы придумали. И в них кто спалит. Давай даже переозвучим. Да, да, просто разыграем чужой тиктоки. Пацаны, есть какой-нибудь смешной момент на стриме на тикток, чтобы это типа мы сделали, но мы это переозвучим, чтобы это типа мы были. Вспомните какой-нибудь угарный момент на стриме. У тебя сейчас твои же накидают стрим. Нет, куда здесь надо идти? Пиздец. Короче, угар в том, что я проебал, я проебал тысячу валюты, которую фармил, и у меня нету... А куда тут идти? Ебаный в рот. У меня нету 17 жизней, которые я купил. Я был готов зарашить эти 25 тем для волшебника. Привет. Ух! И чё? Ты чё, братан? Ну, конечно, почаще. Ебаный в рот. С 2018-го я даже не знаю. Я сначала хотел, знаешь, как дорогого гостя встретить, но с 2018-го в пору бы обидеться. Чё за хуйня, брат? Конечно, блядь, теперь оставайся, сиди. Я надо столько нагнать ещё. Учи мемы. Так, подожди. Ну, блядь, и куда оно меня ведёт? Это ж какой-то бред. Если у кого-то получится разъебать волшебника, плиз, скажите. А вот кто-то смог дойти. Скажите, пожалуйста, что после этого выдают. Бля, мне, походу, прислали Хогвартса. Ну-ка, посмотрим. Вам прислали подарок. Подарок. Бля! Бля! Максимович, любимый Иисус, стрима, ослаждайся. Чувак, ты серьёзно? Сколько он стоит? Садус неактивирован. Может, я отклоню подарок? Бля, братан, если он больше двух стоит, нахуя ты мне это такой подарок тогда сделал? Ну... Не хуя. Он десятку стоит? Чего? Не уверен. Не уверен, не уверен. Какое-то, какое-то издание, по-моему, десятку стоит. А какое издание на что-то вышло? Хогвартс, Лига, все вот это? Там три версии есть. Типа, сделай, сделай. Не, надеюсь, самая дешёвая. Ну, ладно, раз ты подарил, придётся играть. Буду играть. О, Эля, по-моему, ещё хотела эту штуку. Но, вообще-то, игра хорошая. Спасибо большое. Приятное. На консоли десятку, говорит. Сколько, блядь? Схерали бы. Хотя, чё я удивляюсь, блядь, за вов 6 надо отдать. За вов. Так, окей. Ну, 60 долларов в этом стиме она стоит. Братан, дай бог тебе здоровья, чтоб тебе, чтоб у тебя всё хорошо было. 60 баксов, ну, до хуище, реально до хуище. Может, надо было отклонить от ибрифауну? Ну, что такое? Или от подарков это плохой тон отказывался? Смотря кто-то, если грузин плохой, то он. Чё, ты можешь проверить, там должен быть фул версия с ранним доступом. Ты чё, серьёзно? Лё, Кайфарик, а ты вообще как собирался в это играть? Ну, теперь и собирался. Не, я проявлял интерес к этому, к этой игре, но такой, типа, знаешь, ну. Ну, как все. Ну, типа, да, да. 50-50. Буду я в это играть или нет, никто не знает. Но теперь буду ранний доступ, в фул версии, чё, захлаждайся. А не доступ, это типа, сейчас уже? Ну, если в фул версии, ну, слушай, конечно, сложный вопрос. Нихуя не пойму, куда здесь идти? по-моему, я напрыгался, мы бы в следующую мапу идти. Расскажите, что было у волшебника после прохождения. Мне это реально важно. Пиздец, блядь. Я его сейчас травю, травю. Так обидно, что меня кикнуло. Там в конце вообще пиздец. верю, 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 верю. Типа, бабками забомбил, пиздец. 60 баксов, прикинь? На эти деньги можно. Я бы на эти деньги, я бы... Ох, даже не знаю, блядь, дайте подумать. Ух, я бы на эти деньги. Я не понимаю, куда тут идти, короче, я в шоке, блядь, чуть-чуть. Потом еще попрыгаю. Вообще, мне игра нравится. Пройти бы ее. Фул версия с ранним доступом. С ранний доступ, ну-ка. Поглас наследие. Фул на русском. Выйдет 10 февраля. Она еще не вышла. Блядь, еще месяц. Чего? 10 февраля. Под взрывы нарезки с меня? Взрывные нарезки. Так. Назовет цифровое делюкс издания. Слушай, братишка, в тенге, она стоит, кстати, не 60 долларов. Региональная цена, походу, сработала. Мне так нравится, что стим дешевый через, через деньги. А там же отчасти вроде сделали дороже, да? Ну, не знаю, она фул делюкс цифровое издание стоит 2000. Это приятно. Я уже, блядь, предвкушаю нереальные фризы, блядь, лаги, я буду, короче, сидеть и делать звук эээээээ, блядь. Пацаны, я не знаю, пацаны, лагают, пиздец, вот это все произойдет. Короче, это в течение 30 минут я вас буду душить этой хуйней, потом придется выключить и играть без стрима. Но я обещаю попробовать сделать все, что в моих силах. Ты знаешь, в моих силах не очень многое, но я попробую. Класс, спасибо, Бартан, за подгон. Блэ, это Андрей, ладно, я еще раз сдохну на 24 из 25, это суперсложно. Так, пацанчики, что-то я со звуком намудрил, тебя еле слышно было. Что-то меня першит, пиздец. Там вроде бы никто не жаловался. Да что так першит? Для тебя бы за 60 долларов не жалко было бы. Спасибо. Так, ребят. У вас есть идеи? А, надо, кстати, еще, надо еще с чатом порешать. Надо поставить чат, который, который видно сквозь, ну, у которого тут затемнение на сообщениях, чтобы он был читаемый. Так, крутой момент с чужого стрима. Сейчас посмотрим, лечка, слушай быстро музыку. Да это Too Man Fucking, или как там эта песня была? Дюц, дюц, секс, секс дюц, блядь. Сейчас я скажу его имя. Ничего имя, Аске. Я уже забыл, что говорил. У меня есть история, в три сообщения прочитаешь, если напишу. Кирилл Сергеев? Так. Челик-то рублями заплатил. Каким образом? Не, ну, по факту, да, рублями. Но вообще, технически... В 4,5к, это если в евро, блядь, покупать? Ёп твою мать. Угу, угу. Дишкан, горячий, анмот будет. Там какой-то прикол, походу. Сука, ну, походу. А, блядь, пацаны, я еще что у вас хотел попросить. Короче, вы можете, пожалуйста, по моей личной просьбе, отныне, начиная с сегодняшнего стрима и далее, если, короче, звучит что-то более-менее смешное, даже не то, что прям смешной разрыв, а дебиловато смешное, или что-то там, какое-то там слово проскочило прикольное, ну, или просто вам момент понравился. Ну, пожалуйста, что сразу нет-то, ёбаный в рот. Можете, можете, пожалуйста, делать клипы? Нам это нужно для тиктоков, пожалуйста. Да идите нахуй, все понятно с вами, сейчас вторую закурю. Я что, зря ждал 2 часа, Илья? А что ты, а что ты ждал, блядь? Ты сидел и ждал, пока мы стримим, играем в роблокс, блядь, чувак? Надеюсь, в жизни с тобой так не обходятся. Я тут рассказал про скамящих женщин, я тут вспомнил историю с того, как я первый раз поцеловался. Короче, 2008 год, мне 8 лет, я ходил летом на дачу в гости к подруге играть на PS в Соника. Понял. Окей. Это вся история? Пока что, да. Тварь, где ты? Где? Я теперь его найти в чате не могу, прикинь. Блядь. Видос, блядь. Я, я. Он прячется. Он прячется, слышишь? Я теперь его почему-то в чате не могу найти. Кто может найти просто через участники. Да, это видос, это смешной видос другого стрима, говорит. Ой. Так, ребят, я куча. Я не буду это перезвучивать. Куча ссылок, куча, короче, топ-топ. Куча всякой хуйни, музыка орёт. Дурс. Надо проходить с кем-то, кто знает, как проходить в Дискорде. Ну, и Коля не хочет в страшное. Может, Дима, когда подключится, пройдём дурс. Ребят, я, если честно, чуть-чуть в шоке. Давайте как-нибудь, я не знаю, давайте, мне ещё нужно прочитать донаты. Ещё там прислали кусты. В 12 лет я играл в Perfect World, вообще ничего не понимал, где квесты, что делать. И просто до 25-го левела пиздил мобов за экспой. И всё это время встречал крутых одетых типов на крыльях. Ну и появилась мечта тоже летать. Красивая мечта, брат. А крылья для меня были, ну, жесть дорогие. Буквально все бабки на них просрал. Занял в Одноклассника и еле как хватило. А их ходить нельзя было до 25-го левела. И где-то за 2 или 3 левела до 25-го уровня увидел в чате, что я типа расскажу, как дюпать итемы. Ну, я захотел дюпнуть себе крылья. Ну, конечно ты захотел. Там был какой-то дрочь с зажатием шифтов, альтов, перенести туда, сними, надень и прочая лабуда. Ну и в результате как-то выкидываешь. Кстати, мне так нравились эти разводы, эти чисто вот разводы вот того времени, да, там 2009-й. Когда они пытаются тебя как шулеры в этом, блядь, знаешь, в метро ебать, в переходе. Достают предмет и начинают тасовать в руках. Я бывший сотрудник МТС, а меня уволят за раскрытие секретов. Да, да. И он начинает эти все правила, типа высунь предмет сюда, засунь его сюда, положи мне в ладонь, забери себе обратно в ладонь, положи мне обратно, раз, забрал, нахуй, убежал. И ты ведешься, нахуй, делаешь все эти действия. Так, а ну-ка, и как тут было? Так, ну и в результате ты как-то выкидываешь эти крылья, чел их пиздит с пола. Да, да, это классика. Так и случилось, первые до минуты я сидел и не понимал, что произошло. Потом до меня дошло, что меня наебали на мои так тяжело добытые крылья, что меня аж бросило в слезы. Я начал умолять, типа отдать их, а он говорил, купи их. Бабок ноль, нихуял, мне их не отдал, я уже хотел дропать игруху. Но все-таки решил докачаться до 25-го, оказывается, когда аппаж 25-го, эти крылья раздают на халяву. Прикинь, братан, я надеюсь... Бля... Я надеюсь, жизнь тебя научила, я надеюсь, эта история в детстве тебя так натренила, блядь, так, знаешь, вот из тебя матерого сделала, что больше в жизни ты никогда... Я надеюсь, он царь начальник какой-нибудь. Да, хорошо, что это произошло в игре и в детстве. Сейчас ты начальник, и тебя никто не может наебать. Ты вот так вот грозным глазом так раз посмотрел на тебя, и он как голый стоит перед тобой. Я помню, блядь, я сижу, короче, на лавочке. И, короче, один пиздюк бежит к другому, а я их, короче, как-то так, ну вот совсем отдаленно знал, и они иногда говорили про Perfect World. Короче, сижу на лавочке. Спасибо. Тебе говорят, за мягкое тебя поддержали. Вы три реально хуйные. О, отлично. В России, мое мнение, нет лучших стримеров. Я подумал начать вырезать... Спасибо, спасибо. ...стримеров Слава Силе. Спасибо, спасибо. За теплые слова. Короче, один пиздюк сидит на лавке, я там поодаль чуть-чуть. К нему бежит другой, поднял руки и с криками. Слава, блядь, где топор? Тут такой на него смотрит, разбрачивается, говорит, какой топор, я не знаю. Ты вчера брал мой аккаунт, где топор? И у него была истерика, пиздец, он был весь в слезах, он орал, где ебаный топор. Потому что Слава вчера зашел на аккаунт и тупо спиздил у дружбана ИРЛ. У друга ИРЛ спиздить? Это, блядь, табу. Это тупо. Да, причем он играл, он, знаешь, мой любимый, когда пиздюки, короче, что-нибудь натворят, и когда соврать особо нечего, начинают играть дебильного. И они очень часто этим занимаются, а это всегда так выглядит смешно. Вот просто вот он сидит, вот он вчера на аккаунте был, после него топора не осталось, а он сидит и играет дебильного до последнего. Какой топор? Я не понимаю, о чем ты. Что за топор? Ты знаешь, что за топор? О, блядь, у них такая драма была. Такс. Фух, так, здесь прочитали, здесь посмотрели, пацаны, я в ахуе. Там еще страница донатов, а мне нужно играть в Роблокс. Я еще, конечно, хотел предложить фильм, но, ребят, что-то уже дело к позднему идет. Давайте завтра попялим лошадь. Так, сбежать от летающей головы. Устраивает? Устраивает. Прикиньте, если я втихаря еще одну покурю. Ну просто представьте себе. Ля, это будет незаконно. Ай. Ломал. Это будет незаконно. А ж будет считаться, если Эля спит, она же все равно не унюхает. Ну, типа, что было, что не было, это ж как, ну, он как дух. Просто исчезает без остатка. Нихуя себе. Итачи. Сейчас вот кто напишет в чат, это не Итачи, это Мадара. Ловите, ловите анимешника 28-летнего. Только старый ублюдок может знать такие моменты. Оз. Одиночная игра. Не, почему? Что, надо бежать от головы? Погнали. Опа. Опа. Не, Тошка, пойди проверь. Ха-ха-ха, что ты? Да давай, иди. Там тоже голова, я не знаю, что делать. Ну, слушай, она спиной не видит, походу. А, это стенка, чувак. Ты обосрался, а это стенка. Голова нашего друга съела. Не, Тошка. Хм, блядь, они какие-то. Все, убила. А, головы слабые. Че-то они медленные вообще, как лохи. Но я думаю, с уровнем повысится. Думаю, да. Блядь, белые головы, еще непонятно, кто это такой, блядь. Слегка, слегка совсем на Путина похоже. Но непонятно, они какие-то евангелионские, молчаливые, не страшные, белые головы. Так. Не понял. Я тоже когда понял? Да ладно. Может, пришли сообщения, то я спамлю, как дурак. Ща, че-то я не видел твое сообщение. Нетушка, беги. Ааа, Нетушка. Он мне затылком съесть пытался. Есть, этап 2. А, во, во. А, ёпта. Это тебе Лолан Контрол написал начало истории, а ты не дочитал. А, да. Короче, про скамячих женщин. Тут вспомнил историю про то, как я первый раз поцеловался. Короче, 2008-й мне 8 лет. Я ходил летом на даче в гости к подруге играть на ее PSP в Соника. И время от времени я просил ее дать мне к себе домой, но она вечно не соглашалась. Ну и я забивал. В общем, однажды что-то мне мысль пришла, она захотела пробовать поцеловаться. Я говорил, не, падла, нихуя. Да, она продолжала уговаривать, и как бы мне не хотелось, но в какой-то момент она сказала, если поцелуемся, то я дам тебе к себе на ночь PSP забрать. В общем, Соники для PSP очень недооцененны. У меня была похожая история, но... Меня девчонка пыталась уговорить, чтобы поцеловать меня за кириешки. Причем, я не знаю... Да, су... Сука меня убила. Да, у нее была пачка охуительных кириешек, просто вкуснейших, с салями. Я говорю, дай, ну, поесть, пожалуйста, дай откусить, пожалуйста. Она такая, вперед лицо уставляет, говорит, сначала целуй. Она типа, ну, типа была влюблена в меня, знаешь, по-детски прикол, типа, выбрала, кого типа любит. Типа меня. А я типа в другую. Хотя девчонка была вообще хорошая, вообще пиздец, выглядела шикарно. Ну, нормальная девчонка очень веселая была. Мы с ней дружили. И, короче, одна вот так вот вытягивала, чтобы за кириешки я целовал. А я так ебальник в себя втянул, так всосал, так со всей силы, через подбородок, в шею вышел. Типа не буду, блядь. Никогда, блядь. Даже за кириешки. Хотя очень хотелось. Кириешки, кириешки. Не целоваться. Я думал, ты наебалово как-то технично, типа, руками поцеловал. Нет, я грубо отказался кириешек. Бедная девочка. Надеюсь, у нее нет комплексов, что она какая-то не такая, что я себя так вел. Потому что, блядь, мальчики, когда мелкие, ебанутые, жестокие, всякую хуйню девочкам говорят. А потом они вырастают, блядь, с комплексами, с целым мешком. Если она не обижалась, то же она не... Открывают горизонтальное веган-кафе. Вот, вот, типа, блядь, братан, мы-то одну девочку, я до сих пор никогда не думал, одну девочку в школе вообще... Ну, я, я и в этом не участвовал. Но я дружил с типами и никак не порицал то, что они так хуесосили одну девочку. Просто потому что она попалась. Слабая жертва. Гебай, головы опасны. Они теперь нам дружат. Я же, типа, уже не узнаю тайну, вот это никому не расскажу. А это пятый класс, типа, у меня еще мозгов ноль абсолютно, ну, отсутствует. И, короче, я недавно эту переписку нашел, и мы с ней что-то переписываемся. Такой, блядь, заебало тут, что-то не нравится мне. И она мне начинает стелить просто какую-то жесткую, прям, ну, вот, приватную информацию. Что-то про отчима своего, как он заебал, что он бухает с матерью, дерется, блядь, ее избивает. И я вот это все... Она попала в слив? Типа того. И она мне вот это все пишет. И я, во-первых, не отвечаю, часа два, по-моему. И потом... Блядь, нет, я не буду это читать, блядь. Фу, фу. Фу, что-то не то. Фу, его там, его там маленькие девочки в детском саду целовали. Чувак, убери. Никогда это не рассказывай. Простят курсор убрать с экрана. Но я им... Но я им кликаю. Ты его убери в уголку. А как? Я же им управляю. Так отпусти, потом переведи, я потом опять зажми. О, блядь. Биг хэт. Файв хэт. И че он там делает? Его братья дураки. Друзья его ебаные. Голова вроде большая, ничё не соображает. Только дышит громко. Все что-то пишут про то, что... Нам надо прописать сценарий для клипа в ТикТоке, чтобы, типа, смешно у нас было и весело. Замонтируем потом Лёшу Хартплея, как он ржёт с нами. Норм? Бля, у меня, короче, была как-то идея. Я не знаю, рассказывать её сейчас, потому что я хотел её воплотить. Я помню, я помню, да. Да, да, ну, я сделал такой видос. Я хотел его запостить в паблик, прикола ради. Но не запостил. Не знаю, почему, что меня тогда остановило. Он это уже рассказывал на стриме. А, да? Ну, бля, когда я думаю об этом, я всё ещё думаю это повторить. Это было бы весело. Слушай, давай вот так хайпанём. Давай, 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 давай. Короче, была идея, короче, взять какой-нибудь подкаст знаменитых типов. Ну, там, мало-мальски в интернете. Так, чтобы хотя бы чуть-чуть верилось, что мы в этом подкасте. Ну, и, короче, в этот подкаст, блядь, вторым слоем записать наши голоса, типа, мы в этом подкасте. В моём первом видосе, который я так сделал, я где-то пять минут разговаривал с людьми, которые не разговаривают со мной. А потом, короче, начал орать дико. Ребят, нахуя вы меня игнорите? Я чё, говно насрано? Почему? Нахуя вы меня позвали, блядь? Если я вам не нужен, они, типа, ну, ну, типа, бля, прикол, шутка. Давай, типа, давай, типа, мы в интервью у какого-нибудь Гордона или ещё какого-нибудь Гондона. Любой, короче. Чтобы хоть чуть-чуть мало-мальски верилось, что мы в этом подкасте. Давай, первая маска, тогда уж. Ну, ладно, слушай, это тогда уже слишком. Опа, зеркальная комната обманывает. Ну, пацаны, может быть, это? А у кого, у кого, типа, мы? Типа, мы гости? О, кстати, это девочки, мне так приятно слегка. Так, проблема. Надо кого-то хайпового, а кто сейчас хайп? Ребят, кто хайп? Блядь, зря я так зря. Кто хайп, пацаны? С кем фейк-интервью сделать? Я вообще думал, знаешь, что надо в наглую сделать? Давай, короче, ты заинтервьюируешь меня, но мы назовёмся, что типа ты, это не ты, а типа, ну, там, дудь какой-нибудь или ещё какая-нибудь шляпа. Просто назовёмся. Бля, вообще... Просто вот в наглую со временем. В наглую? А видос, а видос, с видосом ещё? Ну вот роблокс подставим, бля, под пиздёж. Не, ну, блин, слишком рано будут понимать, что пиздёж и будут выходить. Я вот думаю, что типа сейчас же все эти дипфейки супер легко держатся, голоса вроде клонировать можно. Меня схавали так. Слышь, 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 а задействовать нейросетку, это вообще-то голова. Я себя чувствую, как в клипе вот с этими... Эти головы, они такие странные, они какие-то аж стилёвые в каком-то плане. И вот она снизу так вверх смотрит, как реально это страшные истории, блядь, дзюнзи-то. Да, да, фейк-интервью сгенерировать какое-нибудь... Не, фейк-интервью это чуть другое. Где людей ебут. Давай это... Давай сгенерим, короче, голос кого-нибудь популярного. Ну, там же можно голоса разные. Ну, это вроде обучательно. Вообще, мне кажется, что у них люди спокойно можно, кстати. Там я видел, там пак, там пак, там, блядь, уже голосов 200. Там от Галустяна до, блядь, кого захочешь. Там, типа, можно просто выбрать и какой-нибудь сделать приколбас. Просто напиздеть в наглую. Знаешь, вернуть себе хайп через наглость. Наглость, вторую часть. Надо, надо. Ну, надо, чтобы эти люди ещё отреагировали желательно. Поэтому нужно брать кого-то, кто, типа, может такого обидится. Женщин, например. Короче, пацаны, кто понял про прикол, про клипы на ТикТок и будет их делать, ну, кто поможет. Вот, блядь, души вам. И если кто-нибудь из вас ещё понимает принципы, то есть ТикТока, то есть там вот все эти микротрендики, которые популярны, что любят в ТикТоке. А, мы ж хотели в Ютуб Шортс, блядь, а не в ТикТоке. Шортсы, да, шортсы. Ну, похуй, шортсы, блядь, штанцы, вся вот эта хуйня. И давайте так. Если будете делать клипы, если вдруг у вас даже какая-то получится идея, чтобы предложить там что-то отмонтажировать прикольное, добавить какой-то мем или звук или что-то такое, вы не стесняйтесь. Вы просто кидайте, а мы будем это постить в ТикТоке у себя. Найс? Найс. Найс. Чувак, нет, немножко. А ты помнишь, а ты помнишь, как видос кого-то нынче популярного Майнкрафтера нашёл, он держал сервер по КС, какое-то обращение записал, где я постоянно что-то говорил. Да, 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 у этого типа, я видел что-то у него на Твиче, сейчас, по-моему, 1800 подписчиков. А у меня видос, где он 12-летний сидит и Зиги кидает каждые 2 секунды примерно. Чуво. По КСке был. Да, да, знаю такого. Что за хрень? Да бля, это вообще в детстве, в детстве это всё так легко было. Мне типа приходит, говорит, у меня друг, известный Майнкрафтер, ну и я с ним что-то заобщался, и он играл у меня типа на сервере, в КСке. А потом свой сделал сервер, и он, чтобы быть уникальным, он делал типа влоги сервера, понял, записывал, а ему лет 12, наверное, и он сидел там, я помню, в усах этого, блядь. Ну, в усах типа нарисованных таких гитлеровских, и постоянно Зиги кидал, и говорил, что мать ебал, типа. А я потом, ну, думаю, ну ладно, типа делает, да делает. Прикинь, да. А я сейчас захожу, а у него там типа вся популярность мира. Это как злая история Славы Мерлоу. То есть, ну, как со Славы Мерлоу, он только по злому. Прикинь, вот они, бля, популярная молодёжь, вот они поколения взрослые, я тоже не знал, что так будет. Бля, в этом роблоксе вообще всё, что угодно можно сделать. Даже вот такой вот платформер, смешно, забавно. Бля, роблокс игра будущего, буквально мета-вселенная. 20 минут, и, наверное, оффать будем, а, короче, завтра уже посмотрим кинцо, там, вот это всё хуйнё. Может, даже проведём какое-нибудь там голосование, чё-нибудь того. Да, да, да. Бля, прежде чем начинать жёстко хайпить, нужно больше двух раз в месяц подрубить. Это правда. Так, слушай, блядь, ну что, я сам разрушил своё счастье? Так, ну на самом деле, нихуя не разрушал, я счастлив. Время, 8, 2 игрока, ну давай. Пацаны, заходите. Нет, я выйду, 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 выйду. Выйди, выйди. Блядь, меня подгрузила одна гейшу. Я хотел с кентом каким-нибудь пройти. Ну чё, это теперь не скрыть? Не, прикинь, она теперь висит тут, сука. Можешь в Роблоксе добавить? Ник, собака, Тагикан, Тарат. Спасибо. Не, спасибо, я всё, я всё. Я, блин, донат прослушал, сейчас посмотрим. Так. К, разблокировать мышь. Спринт, разблокировать мышь на К. А, понял. Ещё раз. Дишка, она спрашивает, ты вов будешь тебя хилить или чё? Да, да, наверное, да. И успел. А сейчас мне нужно найти гейшу. Она наверно в горе, где. А тут с звуком? Да. А? Наверное, да. Потерянная деревня. Нет, тут целый какой-то стори мод. Это не просто летающая гейша, как головы. А чё-то, короче... Жуткий квест. А, слушай, в натуре, наверное, это квест там со сбором предметов, ключей и прочее хивнее. Гейш, это тут... Он огромный, этот японец просто огромный. Не хочет ко мне лицом, прикинь. Красивый. Сдержить. А-а-а, с загадками. Да, гейшу я не скоро встречу. Её тут надо раздраконить сначала. Ладно, не пошла эта аркадка. Марвел М10 супер хит. Я ищу в следующий раз. Бравл Блокс. Смотри, тут реально эти, блядь, модельки с Бравл Старсом. Ну ладно, надо проверить. Эскейп хит просто не выключаю. Дурс выключаю, потом поиграем. Погнали. О! Бравл Старс высказал свою позицию. Ни хуя себе. Шлинуарди, ты тут? Так, чё там надо? Бойцы. У меня только Шелли. Ну давай, делай, делай. Я знаю, что ты хочешь. Слушай, неплохо. Давно в Роблоксе такие модельки? Здесь чё? Играть. Анна, погнали. Так, погоди-ка, как целиться? Блядь, это какая-то... Уиня такого в Бравл Старсе никогда не было. Ничего не ясно. Вон, вон, вон. Готов. Умер, как настоящий труп. Опа, линя. Бля, басит, пиздец. Запас бустили, пиздец. Автосупер на R... А, ну всё, понял. R и E. Так, ну всё, это легко. Сейчас найду какого-нибудь пушка. Пацаны, вы на мапе? Это кто, твою мать? На нахуй. Ббб. Так, это как? Чубааааак. Разродится. Пацаны, киё, блядь, вдвоём против всех. Против мира. За тебя ёбану их, блядь. Ёбля, развернись, добивай его. Боится меня. Бежит. Сука. У всех эти начальные персы. Вот бы коробочку открыть на нового. Бам, 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 блядь. Шелли слабовато. Муча людей, но мапа просто, мапа огромная, просто пиздец. Чё, охуел? Чё за трек спрашивают? Японцы пляшут и поют. Называется. Во, во, вот этот хрен со своим. Капец, у него как это говно, которым заряжают футурами этот космолёт. Патроны. Ладно, скажу. Пай Сити. Юген. Юген. Вот так. Во, 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 перестрелка. Бам, бам, бам. Тихо, братишка, прости, автоатака. А похуй. Так, ладно. Тихо, тихо. Спиной не видят, сейчас я нахуй устроил генч-бенч. Бам, 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 нахуй. Слушай, я хорошо в Роблокс играю. Слушай, мне нравится, слушаешь. А мне нравится, пацаны, ничего не поделать. А с вами все зашли, всем нравится. Мне бы только нафармить, чтобы эту круточку сделать на нового персонажа. Сундучочек, открытие. Таргетишь людей с галочками и известных людей. На вазде, чтобы галочку получить, по-моему, нужно, типа, два просмотра или что-то такое. Просто партнерку, если получаешь, у тебя автоматом галочка получается. Смотри, этот сумасшедший, блядь. Я даже не знаю, как он меня убил. Все, последняя, последняя жизнь. Последний ласт, ласт, ласт и все. Блядь, и по блядь. Чупапи, ипач, ипач, чупапи. Ладно, будет ничья на сегодня. Я бы, конечно, хотел... Чтоб ты проиграл. Кто нубик, ёб твою мать? Не пишите, пожалуйста, такое в чат. Бред, блядь, такой. Подожди, чё? Ипа наклиповал говна, блядь. Я не могу понять, ипа гений этой вселенной или душевно больной? Что с его клипами? Ипа, что ты там натворил? Ну, не застирай, пожалуйста. Мы пытаемся хайп словить. Я понимаю, тебе это шуточки. У нас это вопрос жизни и смерти. Послушай добрую песню. Погнали. Я в этой картине, ты знаешь, как вот то, что люди видят люди перед инсультом. Я тут уже успел рассмотреть. Я вот тут уже увидел жопу. Я тут уже увидел какие-то еще, какие-то части тела неприличные. Но это вроде как две девушки. Прикольный трек. Тебе нравятся мемы американские? А негры тебе нравятся? Плюс чат. Да, да. Оба да. Нормальный трек, нормальный мем. А отечественные мемы, бля, не хочешь послушать? Шутки. Их мы называем, блядь, шутки. Говорит, я к вам пришел, а ты меня расстрелял нахуй, роблоксовец. Роблоксианин. Нормально называй. Кверти, еще поиграем. Членуарди говорит, что нужно смотреть в дис. Погнали. Так, ну ты и сука, нихуя не читаешь. Мем уже не смешной, я обижен. Ну-ка, давай глянем. Ну да, он, наверное, уже протух, чувак. Ну, давай посмотрим. Привет. А что я сделал? Ярик, не волнуйся, я просто слышал, что Коля сказал, это я ради комического эффекта. А еще, короче, это... Меня? Я, извините меня, у... Блядь, что-то так похуйсосить я хочется, но похуй... Щас. Кунахуй. 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 Блядь. Чунахуй, блядь. Блядь. Ярик, после этого еще... Да, я позавчера посмотрел кота в сапогах. Я считаю, что я волк из кота в сапогах. У меня даже... Охуенно. Я теперь... Чунахуй, охуенно. У меня даже такая заглушка. Чунахуй, это пиздец, это нормально. Жаль, что мы так неосмысленно разговаривали. Мне надо было на него прям накинуться, реветь, блядь, грызть и гавкать. А мы какую-то бессмыслицу говорили, поэтому... Не, ну, для своих все понятно, что там в видео было. Кто был там? Охуенно, слышишь? Надо использовать эту заготовочку под что-нибудь еще. Можно, конечно, не фулл трехминутный. Но вообще тема охуенно, спасибо. Стоп, видос. Охуенный мульт. Ля Прусикин. Ты меня в спину убил. Ты про fucking dudes? Я как увидел, что это ты то перестал. Сейчас посмотрим, подожди. Так. Подожди, что-то... Еще мы это видео смотрели. А, Ярик после этого еще двое суток у меня ходил. Вот он когда-то, когда кот сбежал оттуда, бросив свою шпагу. Ярик также еще сутки после этого мне писал и звонил. Говорит, Максим, ты же этого не серьезно? Ты же это неправда говорил. Так, ребят. Давайте так. Короче, чтобы я вам не надоел сильно. Хотя, наверное, уже. Быстренько прочитаю донаты и погнали спать. Все равно еще будем вот видеться в ближайшие дни. Можно было бы посидеть и поделать опять этот Роблокс или кино. Но я что-то чувствую, что еще минут 10-20 и начнется вообще духота полная. Нет у меня настроения под такой, знаете, типа ночной релаксирующий стрим без обязательств. Нету такого настроения. Так, окей. Все. Коля, если что, можешь что-нибудь прочитать в чате, если там что-то важное пишут? Я пока на донаты отвлекусь. Угу. Ух, так. Я вписываю сильнее так. Блин, Хакли это как-то сказал. Я как вспомнил про попрошайок в Астане на правом берегу. С этим такие проблемы до сих пор. А столько истории идет. Просто мужика с ним по набережной и у всех попрошайничать. Я, кстати, не встречал. Помню, шел на работу в утро и встретил какого-то художника. У меня всю жизнь рассказывал, какие он картины рисовал, какие книги, что мне яснилось. Стоник ему дал, он у него минуты две смотрел. Разрыдался и убежал. Потом бабушку грустную встретил. Она на памперсе просила для внучки. Она была похожа на мою бабушку. Я ей 200 тенге дал. Она такая смотрит, лицо кривит и такая, да еще. Бля, это жестко. Ну, конечно, маловато дал, если. Понимаешь, ты дал, но маловато. Это как... Это ни туда, ни сюда. Это хуже, чем отказ. Аватар 2 нормальный фильм. Не, ну, стоит смотреть реал. Да, конечно, стоит. У тебя что, есть варианты? Ты, походу, еще у тебя... У тебя нету никаких альтернатив. Ты все еще головой в 2018-м. Когда вся радость впереди, казалось, все самое смешное и веселое только будет. Нет, Аватар 2 единственное, что тебя может разгрузить. В приложении написали выплата за смену 1300, а перевести не переводят. Нихуя себе. А, слушай, я слышал, что они переводят. Ты про такси, наверное, или про доставку? Я слышал, что они могут иногда переводить сутки, двое. У меня встречалось такое. Про ВСД согласен. Это как только тики другого типа. Сегодня собеседовал казаха. В какой-то момент мышление он выдает. Э, бля. И укатился под стол. А, сегодня собеседовал казаха. В какой-то момент мышление он выдает. Э, бля. И укатился под стол. На что же интересно его собеседование? Что за профессия? Где требуются такие? Там бешеный донат был. Мы в зомби режиме 4. Там бушки донатные были. Потом с ними играешь. Уже без читов. Так, не, не. Ты когда страницу с донатами показал, там вроде с некоторых не снимала. И рядом с никами сердечки. Э, слушай, Наномакс. Те, у кого сердечки, это тот, кто заплатил эту комиссию на стадии доната. То есть. Первый. Да. Ты все равно переплачиваешь за то, чтобы была сердечка. И с тебя все равно донейшин алиц, когда будет выводить деньги, все равно, блядь, он снимет свой процент. Я должен озвучить. Ченуарде прям жестко хочет, чтобы ты еще Роблокс подрочил. Говорит, два подруба в год. Я тебя в рот ебал, давай еще Роблокс подрочим. Роблокс классный. Давай, никуда он не денется, братан. Никуда он не денется, Роблокс. Роблокс классный, можно еще поиграть. Так, добавь уже Флексуса, у него охуительные истории из дурки. На самом деле, я бы послушал истории из дурки Флексуса, но я бы отвел под это вот, знаешь, вот там конкретный час. Вот мы договариваемся, он заходит, рассказывает. Только как он из дурки собрался вещать, я только не понял. Мы все время смотреть, как ты ругаешься. Да, как из дурки выпустили. Так, про агента ответил, да. Так, вчера, вопрос, чек? Чек? Поведители материи, это который в рыцаря превращается, помню, в топ-колдуну, подошел, спрашиваешь. Как, сейчас он спрашивает, сколько? Я беру 20к. Говорит, я персозапорол, где нового делать? 200к нужно. Да, там был ебнутый кач совершенно. Я тоже помню про 200к прикол. Ну, это, блядь, нужно было месяц безвылазно делать, фармить. Дариваюсь, не помню, надо было именно зеленый фармить. Дариваюсь, они самые дорогие были. Да, ну, там какие выпали, такие идут. Дариваюсь, не помню. Ага, да-да-да, все это, блядь, что там. Если я тебе Хогвартс подарю, будешь его на стриме играть? Бля, братан, ты мне его в натуре подарил, ты сумасшедший. Привет, Максим, мне было у тебя на стримах. Ты его за... За какую валюту ты его купил? В какой стране ты сейчас живешь? Это же вообще пиздец, чувак. Сколько ты потратил? Привет, Максим, мне было у тебя на стримах 2018-го. Помню, помню. Я тебя помню, хорошо помню. Я в горах сидел под взрывы снарядов, твои нарезки смотрел, мемы выучил. В горах, бля, прикинь, как сложно еще и в горах все. Это же пиздец полный. Это же не прямо ходить, а вверх и вниз. Это же вообще... Все, блядь, как эти ребята воюют? Я вообще в ахуе. Для тебя выездаешься? О, ну ты даешь. Так. Ага, я держу за мягкую. Я начал... Так, я подумал начать вырезать потихоньку стримеров, слава силе. Вырезать. Буду надеяться, что из бумаги или дерева. Или и дерево. Блядь, что ты хуйню мучишь? Просто вернись на Twitch и устрой коллабу с кем-то. Например, через Лагоду с Братишкиным. Или просто выпусти видос. Просто выпусти. Лол, чел. Просто выпусти. По легкому пути, что там. Я знаю, что всегда есть этот YouTube, который лежит просто камнем. И что туда можно возвращаться. Я знаю, что можно прийти на Twitch, стримить каждый день и приходить на коллабы с типами. Блядь. Ты вот только видишь. Я же этого не делаю. Я же этого рот ебал. Я просто хочу через задницу путь найти. Я просто хочу сложный. Через тикток, через нарезки, через что-нибудь. Хочу еще при этом также оставить качество стримов. Чтобы оно было типа ниже Плинтуса. Плюс еще раз в два года. И при этом хайпануть. Прикинь, что я сделал нахуй. Блядь. Прикинь, как я всех, блядь, наебу. Если у нас на самом деле не получится, придется идти пиздавать, позориться. Я просто выпущу видос. У меня уже такая идея. Если вдруг что, я выпустим видос, где мы просто по очереди под грустную музыку и под свечки. Знаешь, просто картинки свечей. Будут там какие-нибудь грустные картинки. Мы будем просто извиняться и просить. Откликаться на хэханово концу. Придите, пожалуйста, к нам. Загляните, пожалуйста. Помнишь, как мне так смешили эти видосы, где индуска вот так вот показывает, вот так ладони держит и показывает, что кушать с них хочет. И протягивает, типа, дайте что-нибудь. Я так в жизни постоянно делаю, когда что-то прошу. Так, просто вернись на твичу, строй коллабу с кем-то. Да, да, да. Слушай, на самом деле страху нагонять нечего. Всегда есть это фундамент, на чем можно постоять. Ну, как-то все это пошло и заезжено. Может в Роблоксе добавить. Но, судя по всему, все равно придется. Может в Роблоксе добавить? Так, конечно могу, братан. Так, сейчас сделаю. Оцени мой скин в Роблоксе. Ты меня в спину убил. Я как увидел, что это ты, кто-то перестал. Зубной техник, сейчас я тебя добавлю. Я буду тебя знать в лицо, и мы сможем нормально поиграть в этот... В Брал Старс режим. Говорит, оцени мой скин в Роблоксе. Ну, это правда стилево. На самом деле, это прекрасный скин. Похож на норвежского Азиса Мразиша. Хорошо выглядишь. Бля, качаешься, смотрю, занимаешься, да? Не бросай. Бля, говорит, да у меня... Их, Коля, если там что-то важное, скажи. Тип, в чате пишет. Блядь, да у меня уже смысл жизни, чтобы ты увидел эту залупу. Бро, пойми, я с крыши прыгну, если ты не увидишь. Подожди, где? Фейсхантер. Я это посмотрел, когда он еще в самый первый раз скинул. Вообще не вижу смысла. А, да? Сорян. Да, да. Я уже показал. Так. Он мне с этой фоткой младенца, он мне ее скидывает раз в пятый уже, наверное. Он постоянно что-то к ней прифотошопливает. И постоянно мне пишет. Помнишь? Помнишь? Помнишь, младенец? Помнишь? Елу-122, ты не думал, что твои видосы на ютубе уже нахуй никому не нужны? Слушай, а кому я, блядь, предлагаю свои видосы? Ты думаешь, я сделаю такой же видос, блядь, который делал тогда? И скажу, бля, возвращайтесь. Я снова делаю видосы? Что за хуйня? Я же не дебил законченный. Конечно, они нахуй никому не нужны. Они были нужны, когда вам было по 16, а мне 24. Блядь, ну это пиздец. Ты заходил в клипы? Нет, что там? Ну зайди, зайди. Пиздец, сейчас. Ахмат мне пишет. Чел, ты можешь закрыть свою ебучку? Так, ладно. Так, ага, ага. Все, блядь, 3 часа уже сижу в душу, блядь, читаю донаты, нихуя не делаем. Погнали, что в клипах? Бля, что тут? Ну проверим, что там на тикток подойдет, что нет. Индуска вот так вот, типа показывает, вот так ладони держит и типа показывает, что кушать с них хочет и протягивает типа, дай мне что-нибудь. Я так в жизни постоянно делаю, когда что-то прошу. Блядь, я, наверное, не очень вообще хороший человек. У меня язык как помело, блядь, вонючее. Так, просто вернусь на твич и устрою коллабу с кем-то. Да, да, да. Слушай, на самом деле страху нагонять нечего. Всегда есть это... Всегда есть это фундамент. Есть этот ютуб, который лежит просто камнем. И что туда можно возвращаться. Я знаю, что можно прийти на твич, стримить каждый день и приходить на коллабы с типа... Но я бы отвел под это вот, знаешь, вот там конкретный час. Вот мы договариваемся, он заходит. Ипа просто хуярит все подряд, что ли. Смотри, от Ипа-Ипа. Ипа-Ипа. Да, да, да. Нет, это он вчера еще что-то... Пожди, нет. А, блядь. Уже одна минута, 26 января. Я смотрю, думаю, как нахуй вчера? Только как он из дурки собрался вещать, я только не понял. Мы сегодня смотрим, как ты ругаешься с вами. Да, как из дурки выпустили. Ты, сука, нихуя не читаешь. Мем уже не смешной, я обижен. Ну-ка, давай глянем. Ну да, он, наверное, уже протух, чувак. Ну, давай посмотрим. Кто ты там натворил? Ну, не застирай, пожалуйста. Мы пытаемся хайп словить. Я понимаю, тебе это шуточки. У нас это вопрос жизни и смерти. Послушай добрую песню. Погнали. Он еще к каждому клипу название, блядь, уникальное, пределовое. И, пожалуйста, блядь, не застирай. Сдох, отвертый знак, отвертый знак, ах-вах-вах-вах-вах-вах-4.1, убра. Макс прочитал равно чудик слюнявый. Слушай, я знаешь, что, когда хочется кричать, а ты в квартире, ты не можешь кричать. Этот крик такой сдавленный, ненастоящий. Хочу опять жить в частном доме, чтобы орать во всю глотку. Потому что чем громче, тем смешнее. И стример должен орать вообще. А вот конкретно мне, конкретно мне этот момент не нравится. Готов. Умер, как настоящий друг. Блядь. Бля, басит, пиздец. Басы охуенные. Слушай, ну ты не тебе клип сделай, блядь, ну пожалуйста. Блядь, ну не будь вредителем. Помоги лучше. Я знаю, ты умный, смешленый парень. Он просто ах-ах-ах, ах-ах-ах-ах-ах. Тварь, клип, клип один. Пацаны, ну вроде что-то наклепали, надо будет посмотреть. Спасибо, что откликнулись на просьбу. Ибо я знаю, ты способный парень, блядь. Но иногда ты не в ту сторону спасаешься. Ну все, пиздец, ничего не работает. Я хоть стремлю. А, подожди-ка, я конечно ничего не работает. Я пытаюсь на ту же самую страницу перейти, на свой канал. Так, эммм. И записи никакой. Ничего не пойму, блядь. Подожди. В смысле, а что ты хочешь посмотреть? А, все. Да, на этот самый, на чат перейти. Go, ХС. Откликнись на нашу просьбу, пострим еще. Бля, ниточка, братан, я чувствую, что еще 10 минут, и это уже все будет, блядь, на туре. Лучше сейчас оффну, нормально, перезарядиться энергетикой, еще что-нибудь потом придумаем. Перепивом, ломом, налили бокальчик, когда мы с кем-то отрубились, он 3 часа ночи молча снимал нас на мой телефон и дышал в микро, ни слова не проронил, жуть, странный тип. Прикольно. Трекманию? Да, хочу. Коля, давай как-нибудь трекманию покатаем? Давай, давай, я только за. А почему через месяц, блядь? Увидимся, вот же, буквально завтра. Ну, сись. Инстинкт оффа с позором. Да-да, у меня как у Человека-паука, понял я это, блядь? Чутье. Go, ХС. Я уже наобещал, что в Вов пойду.